то есть нету ну информации нет просто я увидел рекламный ролик то есть люди приехали и пропиарили свои программы я даже в тот момент не заинтересовал зомбласт думаю блин интересно потом за два месяца в принципе все это поняли чего как это все делается на самом деле так значит это есть звук включая раз-раз все сейчас подцепим народ скажите что-нибудь пускай не звук проверят 1 2 3 давайте плюс если слышно это вебинаре да да все как всегда кто-то я один раз случайно какой-то вебинар зашел ставьте десятки я думаю блин вот люди уже извращаться начали как могут заставляют две кнопки вместо одной нажимать это носик тоже две кнопки но что поделать но это вот реально извиняюсь программа ну даже не интернет что-то там них лагануло так видео есть все есть так что пишем вопросы что там написали ну пока народ подтягивается можно сейчас давай 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 поговорим может быть про форум про это же раз давай могу дать вводную инфу да давай давай время есть пока сейчас народ подтягивается давай пока короче тема такая мы собираем уже это второй раз будет до второй формы делаем регулярно каждый год форум бизнес на амазоне который проходит в киеве 20 июня и туда мы привозим грамм и крутых ребят это райан дэниэл морэн это хосе мартинес энтони ли влад драгомир алекс худитон и уилл джернаут то есть такие как кто-то назвал там акулы акулы амазона кто на фейсбуке сегодня прокомментировал вот и будет очень интересно естественно будет контент они будут давать какой-то свой контент свой взгляд на мир много будет и про смм стратегии про киеве это другие стратегии продвижения на амазоне но я бы туда за контентом просто только за контентом не шел потому что основной вся вся соль будет именно в том что там соберутся люди которые реально работают на амазоне вот внутри в зале все будут ну не то что все работают на амазоне но часть будет sales хаба который уже продает большая часть часть будет людей которые только начинают часть будет инвесторов много приходит туда инвесторов прошлом году было очень много крупных инвесторов которые разбирались что такое мазон и ищут себе исполнителя и пытаются там как-то уже шевелиться в этом направлении поэтому если там вы находитесь киеве или там где-то в россии рядом и готовы потратить свое время на правильную такую тусовку то по моему это очень хорошая возможность также будет онлайн трансляция конечно и в конце будет у нас еще вечеруха такая крутая там на beach club какой-то мы едем я уже честно говоря не помню тоже будет весело в общем законнектимся отдохнем я знаю вот денис вот говорит хочет ехать также кто кто что да 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 су римчик тоже едет так что все всех всех таких значимых людей в зоом комьюнити я думаю удастся собрать именно с снг хочу а джозеф приедешь я буду в онлайне все ясно но я могу сказать свои впечатления первый раз просто уже был как бы первой форме это уже говорил именно мне онлайн просто не понравилось тем что действительно нету зачем туда я иду потому что то что я слышу я принципе это понимаю я как бы понимаю все это а именно из-за этого интересно туда съездить именно пообщаться с людьми то есть в первую очередь для этого ну то есть как да я просто мне уже было и такой момент как бы когда я с людьми общался кто там был именно оффлайн я соответственно онлайн был мне человек говорит да ты бы я просто не понимаешь там смысл вообще чего это было ну ладно хорошо посмотрим будет возможность съездить так что планирую да посмотрим по ситуации если б я в киеве жил бы тут и разговора нет конечно вот и некоторые мои знакомые тоже говорят что там подъехать на машине 300-400 километров нет проблем вот у нас с этими границами сейчас разберемся как и все происходит я давно там не был последний раз в харькове был так давайте по вопросам вопросы 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 вопросики александр спрашивает как и когда можно к тебе прийти в твой офис на пляже назначи поинтами у меня вопрос что не вижу вопросов мой офис будет открыт сегодня у нас это четверг субботу с утра где-то с 10 утра я буду там александр приезжайте привозите кока-колу холодно потому что вовсе жарко работа полным ходом мне вот пишут из россии опасно не выпьет еще обратно да придется обходными маневрами да чё по телевизор показывает страшно даже то есть не поняли его не смотрю право телевизор ну как бы не было так чет у нас есть вопросы у меня есть три конкурента на амазоне вспомнил одинак но это уже было тут сложно сказать вы читаете этот вопрос да вижу вижу даже не знаю чего человек вот поэтому полу сказать ну а что значит от них надо избавляться это типа работа артем пишет это что артем вы предлагаете найти к ним гляну гляну записать какие-нибудь или негативно купите у них товара напишите как китайцы дела по беспределу покупайте за реальную стоимость и пишите что ваш товар полный шлак и чем больше напишите тем лучше но просто мы этим не занимаемся вот я лично я просто не понимаю насколько надо быть человеком чтобы таким делами заниматься просто я уж не говорю то минус карме плюс карме не знаю вот но в любом случае у меня есть знакомый точника всякие там люди есть можно там заваливать негативными отзывами там хоть тысячами в день но дело в том что просто как человек говорит я за это беру 10 раз дороже ну просто вот то же самое дело что позитивный и негатив то есть за это мне кажется просто некрасиво так делать и мы как бы туда идем чтобы действительно зарабатывать они портить не есть момент такой как я себе это вижу вот есть товар я понимаю что новые товары запатентовать нельзя даже патент на на дизайн если он год уже торгуется но если например примерно все одновременно стрелканули и если вы все-таки сможете с юристами запатентовать но вот в этом случае может быть это какая-то разумная конкуренция но это очень сложно это реально на юристов можете потратить деньги которые даже не отобьются патент-пендинг еще с патент-пендингом как бы играемся сейчас смотрим какой-то вариант какое преимущество даст я не знаю вот кстати ребята вы знаете вот если есть патент-пендинг мы можем другим не разрешать торговать например на магазине или какие то есть нюансы мы раньше пришли позже пришли то есть какие то есть момент с этим связан с патент-пендингом джозеф ждет пока я отвечу я жду пока джозеф но честно говоря я не готов тут как-то прокомментировать не знаю не знаю но у меня тоже нету патентов ничего еще не патентовал поэтому без понятий я знаю там был такой специалист тоже на снг по amazon вот он что-то патентовала я не помню как его зовут можно там найти его спросить там я не помню как короче не ну вот так что вот и ответил все принцип понятно по патентам работать можно изучаем смотрим просто одно дело делать патент на какую-нибудь там фигнюшку а другое дело делать патент на электронику за это здесь свои моменты просто не доросли я честно сказать так чё тут у нас а вот от ай как раз появился у нас вот вопрос тогда был а то не вчера скинул это вот о чем мы с тобой говорили по поводу письма кто там с какими там вещами так что он не при делах но там пишет что мой друг патентовал но он патентовал но это было сколько уже лет пять назад и на каком этапе там можно было продавать и нельзя его продавать я точно не знаю не помню но сам патент он получал очень долго примерно два года ждал так что и процесс долгий и при этом дорогой там надо адвокатом нанимать этот адвокат очень дорого стоит но я просто весь этот процесс не вникал особо так здесь вот еще у нас вопрос долго болтать с разные вот эти вариации вопросов с банами был бы был ли какой-либо опыт и как вы с этим боролись но я понимаю опыт свой опыт там знакомых близких там и так далее что посоветовать можете например то есть куда обратиться что в первую очередь делать какой-то почта может быть там суппортом какой-то там то есть какая-то такая вот специфическая вещь связанные на сборную просто заходишь бывает забанен это понимает товар бывает забанен вообще аккаунт мы говорим про приват-лейбл не про дропшип так если забанен аккаунт что делать да да ну вот разные варианты какие вообще какой опыт в принципе сыра с банами просто я вижу десятки вопросов про бан у меня пролетели я попытался их объединить у меня есть опыт с банами есть довольно легкий опыт когда забанили аккаунт вот не просят план действий то есть они не сказали вот такая такая причина и расскажи что ты собираешься делать чтобы вот этого больше не происходило я полностью признавал там все то что я делал объяснял что я теперь понимаю что так делать нельзя больше это делать не собираюсь вот и после этого они аккаунты открывали давали обратно но были банны серьезные когда самому не удавалось ни о чем договориться то есть пытался писать объяснять то есть не работала и пришлось нанимать это женщина зовут кэлла джэнсон она из каскаде thinkascadia.com довольно умная продвинутая женщина которая сама работала с live performance ее услуги стоят две тысячи долларов без гарантии успеха просто оплачиваете две тысячи долларов она получает доступ к вашему аккаунту и начинает работать анализировать писать письма то есть она она просто знает что села performance хочет от вас услышать и она точно это и пишет им вот после того как я с ним начал работать буквально за два дня она там все перешел аккаунт разблокировали вот то что касается листинга примерно такая же ситуация один заблокирует скажут что такая такая причина вот такие жалобы как вы собираетесь исправить качество продукта и какой план действий ну и алгоритм весь такой же то есть начинаем объяснять почему так произошло почему такой брак что мы уже делаем чтобы решить эту эту проблему и так далее ну и бывает тоже приходится нанимать или келли или синтию но в моем случае насчет бана листинга я никого не понимал всегда сам все решал вот понятно если кому-то интересно могу скинуть чай да конечно конечно контакты гели синти потому что есть точно синти точно есть а вот это не насколько я знаю нет вот я не знаю точно background синти да она ты вот тоже крутая конечно женщина но вот эта келли она точно работала 9 лет солод перформанс и она даже писала всякие правила и то есть до сих пор многие правила по которым работает вот performance много чего вот именно келли писала и они до сих пор усилия и работают то есть она полностью всю эту кухню знает из много 3 снаружи понятно то что у нас тут еще интересное есть аналогично снимали бан все так есть так если разница продажа товара на первой странице используя вихрь либо органические при одинаковых отзывах и лисинге но это мне кажется такой вопрос специфический мы искусственно вывели товар на первую страницу он там просто находится органически он туда сам вышел соответственно продается вихрь он просто просто туда вывел разница глобальная тем более мы же по одному ключу и так понимаем идем а продаваться товар может по десяткам ключей ну вот собственно мы эту вот второй момент да все это правильно сказал насчет того что когда он органически выходит это лучше но собственно момент того что товар может продаться по десяткам ключей и то что ну чем отличается вихрь от других ребят что другие ребята продвигают все по одному ключу а мы берем сразу в работу 5 в течение двух недель потом меняем еще на 5 то есть за месяц можно прогнать 10 ключей посмотреть какие ну не то что какие сработают но какой пул сработает и это глобально более эффективно то есть есть если один ключ не сработал а бывает такое один ключ там высокочастотный не срабатывает правильно запросто а денег стоит дорого все это удовольствие вот у нас мы тоже этим занимаемся у нас чуть по-другому просто мы даем типа гарантии на то что выведем если не выводим пропорционально деньги возвращаем но смысл в любом случае один и тот же потому что я на данный момент сколько вот этим занимаюсь в принципе на амазоне всего год мне очень нравится и продвижение если у джозефа получается ситуация связана с пейпер кликом это генерация новых ключей но то есть вот эти все там чтобы они начали индексироваться и так далее то есть там тестируешь проверяешь а для меня продвижение больше по низкочастотнику пейпер клик работает то есть там не я вижу больше эффективности чем например по высокочастотникам биться но опять же я так понимаю в любом случае у байс тактика к обеду ложка хороша если мы продаем по 100 штук там по 200 штук в день и у нас там оборот сотни тысяч долларов это одна стратегия если мы продаем на 3-4 тысячи месяца совсем другая стратегия вот из-за этого нельзя это путать и на каждом уровне совершенно разные задачи и цели и достижениях опять же так чего еще интересного и есть две вариации у товара много релевантных запросов как лучше поступить первое распределить ключевые слова на оба лисинга максимально продвигать один лисинг а второй будет продаваться только по ключу на первой такие даже не на что сказать заниматься надо конкретно каждый случай не хотелось бы просто я давай я прокомментирую для вячеслава что когда у тебя есть вариации то amazon сам тебе подсказывает ну по какому ключу какая какую варианту он хочет показывать и если эти вариации ну грубо говоря одинаковый этом цвет поменялся просто то посмотри что продает что по ключу тебя советует amazon и тогда двигай это просто вверх и ну и все по большому счету а мне такой вот вариант вопрос точнее чем отличается бывает у нас басалеранг асин прикрепляется чайлду а бывает пэренту вот в чем нюанс мы сами это делаем изменяем или амазон нам так делает ну вообще с вариациями часто такие приколы случаются поэтому я вообще вариации особо не люблю я тоже я им просто вообще их наоборот говорю то есть в крайнем случае да особенно прикол получается том что например ты создаешь вариации и скажем у тебя основной цвет это черный а следующий цвет ты как бы вариацию делаешь какой-нибудь зеленый да это чисто для девушек скажем то есть это не основной цвет ты продвигаешь свой продукт черный который как бы больше всего востребован больше всего продается и потом получаются всякие приколы что почему-то в поиске появляется зеленый который никому не нужен а черный как бы как вариация выскакивает соответственно заходы на листинг падают продажи падают и черный цвет как бы никто не видит пока не зайдет на листинг такие приколы часто появляются тоже с которым непонятно что делать амазон верит типа в выдаче в поиске появляется та вариация которая больше всего продается хотя это реально не соответствует действительности очень много примеров где у ребят продается скажем черный цвет в основном да и без артом намного выше а потом в поиске появляется какой-нибудь красный все ясно я вот вариации вообще рассмотрит только мне кажется размеры когда одежда там какие-то такие вот вещь в первую очередь и наверное в ряд еще второй вариант когда мы делаем замену и пытаемся сохранить листинг вот и направить то есть там надо сделать замена было 15 штук стало 20 штук в наборе например и мы соответственно добавляем эту вариацию то сливается и соответственно технично заменяем листинге то есть вот мне кажется это такое основное действие вариации как правило вот у нас какой опыт есть из-за этого стараемся в вариации не влазить чтобы в мороке вот это не было ну да я тоже мы с игрем вариации можно сказать не уважаем то есть лучше отдельным листингом если уж идти с зеленым правильно уж лучше отдельным листингом его пытаться продвигаться продается он продается нет да и до свидания так торговая марка есть окей так ну чё то вопросы закончились то много то вообще нет или у меня тут уже не подгружаются они так сейчас я вон там интересные вопросы как вы вводите деньги при больших оборотах ну да это вот самый важный консок пошел уже такие под конец сейчас сколько у вас аккаунтов зачем я там зачем вам столько аккаунтов и так далее там еще спрашивают про инстаграм про пинтерест используем или нет ну лично я вообще скажу друзья что никогда не использовал ни инстаграм не пинтерест не какие-то такие твиттеры для рекламы моего продукта какого-нибудь вообще у меня не было такого чтобы продукт просто застоялся и была проблема в распродаже то есть в основном чаще всего у меня проблема та что китайцы не успевает производить не успевает доставлять постоянно там заканчивается склад и с этим надо бороться то есть у меня просто даже мысли не возникает о том как то использовать разные каналы чтобы увеличить продажи потому что ну как бы уже увеличивать некуда то есть это именно органические продажи сам самого амазона вполне достаточно для того чтобы жить спокойно и не думать о всяких инстаграмов но если конечно как я уже говорил какое-то ключевое слово застряло и не хочет двигаться вот тогда по этому ключевому слову я начинаю настраивать и фейсбук и ппс и могу еще что-нибудь использовать чтобы это ключевое слово как-то протолкнуть вот а в целом чтобы прям ждать каких-то продаж от инстаграма и тратить там денег и убивать маржу как бы я этим не занимаюсь ну я вот лично вообще не знаю ни одной я наверное конечно не много людей может знаю как вы но я нет я практически ни одного человека не знаю у кого есть положительный опыт с внешним трафиком то есть у меня вот больше негатива с внешним трафиком чем позитива ни лендинги ничто не помогает ну вот у меня аналогичная ситуация по поводу здесь вот как раз выводы денег мне кажется это как он или я говорит не стек мне кажется тут все просто надо просто юрлицо платить налоги найти оптимальный вариант страны в какой стране открыть счет банки юрлицо и платить налоги правильно как вы считаете при больших оборотах ну налоги вообще платить нужно обязательно тут мне нужно искать вариантов как от них уйти ну имеется ввиду просто нужно найти найти оптимальный вариант действительно потому что для Америки это одни юрисдикции для Европы это другие юрисдикции потому что там уже и VAT возникает вот поэтому ну там кто-то про Эстонию спрашивает ну я когда-то в Эстонии чего-то не отказался от Эстонии я уже честно говоря не помню мы открыли компанию в Словакии вот я и со Словакией работаю в Эстонии там не интересно там у них на дивиденды есть то есть если ты хочешь вывести дивиденды то платить налог на дивиденды да ну а так оборот когда у тебя крутится ты не платишь типа в этом преимущество но там можно дивиденды типа вот это оптимизировать и списать их на там какие-то затраты можно ну частично в любом случае то есть на оптимизации там занимаются как бы да но тут нужно нужно понимать что там же тоже не дубилы сидят правильно? ну конечно смотреть что ты списываешь там на затраты купил себе там в Азерате такой списал на затраты сто тысяч долларов если оборот это одно а если миллион в месяц оборот это уже совсем другое куда их спишешь вот из-за этого я говорю на каждой стадии наверное просто решать по мере поступления нам ну вот из-за этого каждый выбирает свой путь так так что еще интересного можно и пере так в Румынии Сергей пишет есть ли смысл ехать в Китай на выставку для поиска нового товара Джозеф только вернулся кстати я скажу так я там был и скажу сейчас извините что перевел скажу так что если идеи ну товаров нет с которыми вы работаете то смысла нет ехать потому что слишком будет много всего и у вас не будет как бы критерием на которые нужно опереться при выборе товаров а если вы уже чем-то работаете вот как Джозеф когда ехал у него уже есть конкретная линейка то тут конечно имеет смысл можешь найти себе кучу нового интересного в рамках своего брана Джозеф? ну то что касается выставки в Гуанчжо в этой кантонской буквально неделю назад приехал то есть вообще смысла не вижу туда ехать полный трэш ужасное место я реально не понял зачем туда люди летают ходят тут целыми днями просто выбрать я даже всю ярмарку обошел даже не взял ничего не попробовал потому что реально смотришь и сразу чувствуется вот это китайское какое-то чиповое говно просто нереально я не понимаю как там люди что-то выбирают то что не могу сказать про Гонконг я в Гонконге был на двух выставках и в Гонконге реально уровень совершенно другой это как я не знаю вот если приехать из какой-нибудь Тагала в Нью-Йорк прям такой контраст сильный то есть в этом в Гуанчжоу во-первых там как-то грязно как-то все очень неорганизовано как-то тухло вокруг одни индусы, арабы вот этот индус проходит мимо тебя и ты не понимаешь этот человек прошел или мусорная машина приехала то есть очень сильно воняет негде вообще покушать нормально посидеть, отдохнуть и очень многие ребята, которые тоже были вместе со мной они просто были в шоке куда мы приехали, что тут делать ну а в Гонконге конечно совершенно другой уровень туда приезжаешь, там все чисто, все красиво, все организовано производители совершенно другого уровня продукты на порядок выше качества то есть в Гонконг я бы полетел еще раз но вот в Гуанчжоу на вот эту кантонскую выставку никогда там реально в основном вот эти ходят индусы смотрят с такими большими глазами на вот эти продукты и уже начинают читать сколько надо виш-листов понаделать чтобы этот продукт протолкнуть вверх ну и конечно же, как Игорь сказал, если конкретно нету за чем ты едешь допустим, ты хочешь продавать, скажем, наушники и ты летишь туда искать наушники а если у тебя еще идеи нету, то ты там просто потеряешься, запутаешься ничего не поймешь и вернешься обратно короче, для профессионалов в первую очередь все равно это все выставки наверное по электронике может быть по другим группам товара что-то другое, нет? то же самое то же самое ну а какие выставки посоветуете? можно накидать что-нибудь интересное? да, что интересно ну выставки какие-то там то есть есть какие-то предпочтения, да, я понимаю в Гонконге а какие конкретно, или там только электроника, например? ну я только на электронику ходил вот, думаю, что ситуация аналогичная с другими нишинами понятно, а какие выставки посоветуете? ну так, для общего развития людям ну вот я был, собственно, на кантоне не на электронике как раз все там были тоже электронные штуки ну, все то же самое, что Джозеф сказал только просто другие штуки стоят и да, иногда можно выбрать там одного-двух поставщиков со всей выставки которая имеет смысл особенно если ты в этой нише потому что нужно шарить ну тут разница вообще, а так непонятно между чем и чем ты вообще сравниваешь, выбираешь вот, а так что посоветовать какие-то выставки да, я и был только на гонконгской и на на любобе и других площадках в интернете все ну понятно 80 на кантоне не на гонконгской на гонконгской не знаю, что посоветовать все понял я потому что это самое как я понимаю, в любом случае там всякая информация проходит и тот же Alibaba и все остальное все равно там, ну, больше опыта, правильно? опт, опт, опт то есть опт, мелкий, крупный опт и в основном там, мелкие производители какие-нибудь там, полупроизводители которые производят трусы, торгуют там наушниками пошел он сбегал там и перепродал наушники надо наушники, да без проблем сейчас найду вот, а как найти, например, то есть переходить на другой уровень то есть я так и понимаю то есть когда уже какой-то определенный уровень с товаром ты понимаешь хочешь его или улучшить или себестоимость понести или и то и другое надо куда-то ехать то есть как вот посоветовать людям то есть понятно выставка понятно много времени, много людей толпа народу, толку никакого тогда как бы по-другому сделать ну вот вопрос такой если вообще ну то есть найти например себе нового поставщика новый уровень так скажем поднять уровень производителя или сравнить с тем который уже имеется вообще расскажу такой интересный момент был когда мне понравился понравился продукт и решил к этому производителю съездить на на фабрику так называемую вот этот раз как раз когда был и они заехали в гостиницу за мной и повезли меня в фабрику вот ну у меня ожидания были конечно такие ну серьезные то есть сейчас приедут там такая фабрика там все кипит рюди в белых халатиках бегают вот приехали в какой-то заброшенный район под Шенчженем то есть там какой-то стоит дом на второй этаж поднимаемся там четырехкомнатная хата короче одна комната это офис вторая комната это склад третья комната это производство вот я посмотрел так думаю интересно давайте производство посмотрим вот заходим ну и там сидят там человек 15 с паяльником что-то паяет причем ну я такой зашел поздоровался со всем попытался там что-то пообщаться по-китайски там пару слов им сказать все как будто ну такие сфокусированы никто не улыбнется никто не поздоровывается что-то сидят со своим паяльником паяют думаю окей ладно попросил давайте соберем сейчас ну мне интересно как вы собираете продукт давайте прямо сейчас соберем мне процесс интересен вот прибежала какая-то китаечка маленькая там давай приносить всякие разные детали вот и минут за пять они собрали сэмпл и дают мне значит в общем сэмпл этот не работает пришлось пришлось его разбирать переделывать чтобы он заработал ну и как бы сразу как бы понятно о качестве и о улучшении качества с этой фабрикой это уже лишнее то есть ну такое ну мне реально просто жалко стало этих людей вот эту фабрику подпольно все так выглядит и хорошо что значит съездил и посмотрел на все это потому что я не представляю вкладывать десятки тысяч долларов в продукт который производится вот именно таким образом где работники не профессионалы то есть работников они берут значит по объявлению в газете и эти работники меняются каждую неделю соответственно когда приходит новый работник на фабрику у него нет опыта производства он постоянно будет делать какие-то косяки и продукт будет всегда некачественным вот так что из моего опыта вот самое наверное такое интересное это была поездка на поездка на фабрику и проверка производства а какие твои действия вот у тебя этот есть товар ты же будешь других производителей правильно искать этого товара у меня нету это товар который я на который я смотрел хотел его как бы запустить и просто приехал познакомиться с ними и посмотреть фабрику но если бы я работал с таким поставщиком то конечно же я бы искал уже другие варианты потому что там ситуация такая плачевная что ты не знаешь они сегодня или завтра закроются и на них надеяться в принципе невозможно у меня такая же история была знакома вот только что оттуда приехал так же кстати который с тобой хотел на пляже встретиться в офисе вот и он как раз сказал то же самое он своим поставщиком как раз хотел встретиться и они от него скрывали скрывались то есть тебя взяли сразу отвезли а у него ситуация была другая то есть он им говорит там директор уехал зам директора все уехали он туда прилетел и сказал я хочу все равно посмотреть и менеджеру менеджер говорит я забыл у нас тут праздник который вот он теперь каждый год празднил забыли в конечном итоге он их нашел та же самая плачевная ситуация вот потом поохладил по выставке то же самое пошел на выставку нашел какой-то интересный товар все уже чуть ли не договора заключает все нравится все хорошо но я хочу вашу производство смотреть и опять тоже раз хопа непонятка то есть там вот с этим проблематично из-за этого и хотелось бы найти вот этих производителей больших потому что когда уже есть объемы ты уже можешь найти объемы как бы большие так понимаю с тобой особо разговаривать не хотят и как он вот одного большого нашел производителя они даже у них даже сайтов нет потому что у них там на 60 дней расписано ему там по блату сделали 45 дней он говорит а почему так долго да потому что говорит очередь и все то есть вот такой такой бизнес специфический они живут в времена дефицита то есть у них это нехватка возможностей видимо так вот просто как их найти непонятно то есть механика что я заметил извиняюсь перебью что я заметил в Гонконге там уровень производителей намного выше чем в Гуанжоу да я так понимаю просто в Гонконге выставиться на эту выставку стоит намного дороже чем в Гуанжоу да в Гуанжоу там намного дешевле там каждый чувак у которого есть пряник в подвале может переехать и поставить свой ларек поэтому там мне кажется не сильно качественные поставщики но вот что я еще заметил в Гонконге да когда я общался с производителем я спрашивал сколько им лет где они находятся сколько у них клиентов какие обороты у компании да и еще спрашивал есть ли у них аккаунт на Alibaba и очень многие говорили что на Alibaba у них ничего нету потому что у них довольно оригинальные какие-то продукты и типа если они на Alibaba зайдут то многие китайцы начнут их продукты копировать ну и на самом деле довольно интересные дизайны у них были интересные продукты очень качественные я взял визитки и думаю в следующий раз посещу их заводы но в целом что меня прикололо в этом подходе что те поставщики которых нету на Alibaba и если такого хорошего поставщика найти с хорошим продуктом то это будет очень выгодно в плане того что другие продавцы не смогут этого поставщика найти на Alibaba или на другом ресурсе и возможно ты будешь единственным у кого будет такой продукт ну вот тут весь смысл выставки мне кажется как раз самое основное ну да так у нас вопрос есть интересный по поводу категорий когда у нас один товар находится в трех разных категориях вот человек написал у меня улетел этот вопрос не сталкивались с такой ситуацией да есть такая ситуация вот Amazon кстати я полгода полгода назад обновил правила и каждый продукт должен находиться именно в своей собственной категории то есть нельзя ставить Home and Kitchen потом Electronics потом Cellphone and Accessories то есть это против правил Amazon на самом деле прямо сейчас сделать три категории или даже две категории на каждом рейсинге практически невозможно то есть технически это невозможно через службу поддержки через спорт это тоже невозможно потому что они сразу говорят что правила изменились ну и те листинги которые до сих пор имеют несколько категорий им тоже придет как бы конец потому что робот ходит и ищет такие листинги у которых несколько категорий они как бы потом категорию вторую убирают и оставляют одну единственную понятно давайте тогда подытожим какие там накидать нам еще несколько вопросов ответим я думаю достаточно как раз 22-23 осталось 7 минут на самом деле будем давай я еще что-то спрошу интересно было спросить у ребят кто уже запустился поставьте плюсик а кто еще только думает поставьте минусик интересно вот узнать какая нас аудитория слушает одни зубры а кто очень мощный два плюсика поставить вон 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 угадали